Будем продолжать. И вы знаете, я сейчас не просто какие-то говорю практически грани, что ли, какие-то детали. Это то, из чего состоит сила женщины. И эта сила имеет фантастическое воздействие на мужчин. Я даже убежден, что многие жены даже не представляют, какое это имеет воздействие. Даже не представляют. И многие женщины не представляют это. Но это тем не менее так. Тем не менее. И, конечно же, вы понимаете, чтобы эти детали все работали, необходимо иметь взаимоотношения. Необходимо общаться. Общаться со своим мужем. И в общении важно уметь слышать своего мужчину. Научиться слышать своего мужчину. Потому что часто мы не слышим друг друга. Видите, дело все в том, что когда какие-то трудности, когда возникают какие-то конфликты, как правило, мы ведем себя по-разному. У женщины очень много слов, а у мужчины тишина и молчание. Тишина. Так вот, драгоценное, порой надо, чтобы счастливый был брак, мужчине научиться не слушать многое из того, что говорит жена. А женщине нужно научиться слышать то, о чем молчит ее муж. Потому что мы по-разному воздействуем. Вот женщина бывает говорит, говорит, но я-то потом для мужчин расскажу уже, что важно уметь не воспринимать слишком серьезно слова своей жены. Потому что у меня раньше было такое отношение, что вот у меня вот, если я сказал, значит, я сказал. И я вот жената живу. Ты же вот сказала мне? Сказала. Она говорит, да я там сказала. Она говорит, нет, ты сказала это три года назад. Это было у нас, это я не забыл, да. Я ей все время припоминаю. Со временем вдруг я понял, что нельзя относиться так же к словам женщины. Потому что один мой знакомый, он как сказал, говорит, мою жену периодически тошнит алфавитом. Вот он так вот. Это очень какое-то точное выражение. Потому что, ну вот, ты же не можешь думать, а что вот это вот, что это означало? Это означало, что она переживает. Вот и все. Это означает, что она волнуется. Вот и все. Мужчина же наоборот, вот сказал бы что-то, вот сказал бы что-то, да. Нужно порой научиться слышать и слушать и слышать вашего мужа. Слышать, да, что он имеет в виду. У нас долгое время вот с Дианой были какие-то конфликты по поводу парикмахерской ее, да, по поводу прически. Когда я ей говорил, дорогая, я хочу, чтобы ты стриглась вот так, так и так и так. А она считала, что мои требования не модные. Не в тренде так. Сейчас уже так не стригутся. У меня возникает вопрос, а ты для кого стригешься? Да для тренда или для мужа? Чтобы все сказали, как модно подстрижена вон эта девушка, та женщина. Как модно подстрижена. Или чтобы мужу нравиться своему. И есть такая иллюзия порой у женщин, вам такая, что, да чего я уж понимаю, я Васю как облупленного знаю. Нет. Часто вам кажется, что вы его слышите. Вам кажется, вот научиться слышать своего мужчину, что ему нравится, какие блюда, научиться для него готовить. Сейчас вообще такая благодать, залез в интернет, там такие всевозможные рецепты. У меня супруга сейчас такие какие-то блюда научилась делать. Сейчас рецепты со всего мира. И сейчас не только, слава Богу, рецепты со всего мира. Сейчас уже и ингредиенты для этих рецептов есть. Потому что, я помню, у нас дома была книга «Вкусная и здоровая пища». Но там были такие продукты, которых я никогда у нас в магазинах не видел. Какие-то там. Ну, в общем, я не видел таких продуктов, о которых там рассказывалось. Сейчас, слава Богу, можно купить это все. И можно реально научиться готовить так, чтобы твоему мужу было вкусно. Чтобы ему не хотелось ходить кушать куда-нибудь в другое место. А то, когда он уходит, ага, куда пошел? А ты что делала до этого? Чем ты занималась до этого? Ну, он же верующий. Ну, разуверился в тебе твой верующий. Пошел туда, где верит еще, что будет нормально и будет вкусно. И поэтому, драгоценные, отнеситесь к этим простым вещам чрезвычайно серьезно. Потому что реально, каждая из этого – это бомба. Она может либо разрушить отношения, либо сделать вас счастливыми на многие-многие-многие годы. И вот четвертый ингредиент силы женщины. Создание домашнего уюта. Драгоценные, все-таки вот мы видим вот эту модель, которая показана нам в Слове Божьем, когда муж должен быть в основном добытчиком в своем доме, в своей семье. Это не значит, что женщина не работает. Это значит, что женщина, да, вот мы видим 31 главу, там женщина работает. Но вся ее работа связана с домом, с семьей. То есть она там нигде-то на производстве рекорды бьет. Стахановцем стала. Нет. Она трудится дома, в основном дома и в семье. И я вообще сторонник того, это мое личное глубокое убеждение, что если женщина даже и должна работать, то это, во-первых, должно быть работа, которая как бы ей по душе, чем она хочет заниматься, а во-вторых, если это не должно быть на целый день рабочий, да, если должно заниматься какое-то время, чтобы супруга, чтобы жена могла заниматься домом, могла заниматься семьей. Потому что для мужчины вот этот домашний уют, вы поймите, вот есть дома, в которые тянет, а есть, в которые не тянет. Есть, где уютно, а есть, где неуютно. И мы читаем, что царь называл Авраама господином. Мужчина, он в определенной мере господин в семье, в отношениях. А когда жена становится госпожой, в таком доме сразу же не чисто, не прибрано. Есть одна вещь, которая, знаете, я не так давно понял, подсознательно это просто настолько негативно влияет на мужчину. Опять, мы, мужчины, даже это не подозреваем. Но я скажу, есть одна вещь, которая просто может испортить настроение, и ты даже не понимаешь из-за чего. Когда приходишь на кухню и видишь в раковине гору грязной посуды. Хочется рвать и метать. Я не знаю. Рвать и метать. Семьи, где все не прибрано, как в том фильме, туалет типа сортир. Такое чувство, что у нас часто, чтобы узнать порой об атмосфере семьи, стоит зайти в туалет, и все становится понятным. Ванная комната, туалет. Дома должно быть чисто. Я вообще не могу молиться в комнате, если в ней не прибрано. Вообще не могу молиться в комнате, если в ней не прибрано. Потому что если я начинаю молиться, и в комнате не прибрано, я думаю не о Боге, а и думаю, почему это здесь валяется? Это что здесь? Это что здесь? Это что здесь? Это что здесь? Поэтому мудрая жена, мудрая женщина должна сделать дома уютным. Чистота в доме чрезвычайно важна. Это та сила, которая сделает ваш брак счастливой. Или нет? Несчастливой. Потому что женщины часто думают, ой, ой, да ему, Ваське моему все равно. Я же видел, как он жил до семьи. Там у него был этот, не прибрано. Да, у него было не прибрано, он там сидел и мечтал. Когда будет прибрано однажды? Поэтому дома должно быть чисто, должна быть влажная уборка. Все должно быть разложено. И есть очень важный принцип. Очень важный принцип. Вот запомните, драгоценные жены. Во многих христианских домах я был. И я вам хочу сказать, есть одна важнейшая заповедь счастливого дома. Покушали, сразу помойте посуду. Не через два часа, не вечером, не завтра с утра. Сразу. Потому что, во-первых, когда только что поел, мыть легче в несколько раз, чем когда уже там все засохло, и надо все это отмачивать, отдирать, да? Сразу помойте это все. А во-вторых, все равно вам придется это мыть. Зачем же такой натюрморт на кухне полдня находится у вас? Грязная кухня. Ну, кухня в современном доме, это имеет же огромное значение, да? Грязная кухня. Потому что, когда вот там грязная, а у меня не было времени, ну ничего там в соцсетях, было время поговорить с подружкой, было время там посидеть в интернете, было время, там что-то почитать статью, было время. Вот только на посуду не было времени. А на мужа, на мужчину, это вы не представляете драгоценность. Это так воздействует. Вот грязный дом, грязная кухня, грязная посуда в раковине. Пришел в ванную комнату, а там белье скопилось на генеральную стирку, там уже гора этого, белья лежит, носки, трусы чьи-то. Это вообще ужасно действует. На мужчину хорошо воздействует ваше женское белье, но никогда оно грязное в куче лежит. Это наоборот, когда видишь грязное женское белье, вот это все, вот эти все грязные вещи, которые днями, иногда неделями на кухне в виде горы лежат, там стиральную машинку не видно уже. Вокруг столько грязного белья наложено. Это ужасно. Ужасно. И причем я вам скажу, мужчина вам, муж вам, не скажет это, он даже сам это не осознает, но на нас это разрушительно воздействует. Разрушительно. Поэтому важно, чтобы регулярно все прибиралось, вот этот уклад домашний, стирало с ней. Я открываю, и у меня всегда там чистое белье лежит. Мое. А не иду искать там, что-то у меня еще осталось, не совсем пахнущее плохо. Я говорю, да что ты три дня носил, еще поносишь? Нет. Вот эта вот чистоплотность, словно охрана для семьи. Там хочется жить, там хочется находиться. Причем любому мужчине, даже который до жени бы не слишком-то был чистоплотным, а вот женился, и надо ему. Надо ему. Поэтому все эти посуда, белье, приборка, кухня, кажется, все какая-то мелочь, что какая-то ерунда. Но это так влияет на нас, на мужей, это так на нас влияет. Пятый секрет женской силы. Мудрая речь. И вот в 31-й притче говорится, уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Мы все помним знаменитые слова, да, жизнь и смерть во власти языка. Порой женщина хочет одно словами своими говорить совершенно противоположное. И подавляет мужчину какими-то упреками, недовольствами, поучениями. Драгоценные женщины, вы запомните, если вы начнете поучать мужа, вы его толкаете к деградации. Это, конечно, вопрос строительства брака, да, начала отношений, потому что, конечно же, нужно выбирать себе в мужья человека, который либо выше вас по уровню, либо одинаковый с вами уровень. Если вы берете человека ниже вас по уровню, интеллектуальный, по-всякому, что он ничего не понимает, и вы думаете, ничего, женю его на себе вырастет. Нет. Вот этими поучениями, какими-то упреками ничего не вырастет. Начнешь его поучать, а он говорит, а сама-то? И пошло-поехало. Начинается конфликт. И вообще очень важно понять, что конфликты в семье неизбежны. Ну, не бывает отношений без конфликтов. Некоторые, конечно, я слышал, мы там 20 лет женаты, ни разу не ссорились. Мне, конечно, с одной стороны не верится, но даже если так, это просто чудные люди. Мы нормально ссоримся, и мы не боимся, да? Да, ссоримся, да, бывают конфликты, конечно. Мы же люди, мы же живые. Проблема вообще не в ссорах, проблема в наших словах во время ссоры можно так мужа своего унизить, так мужа своего унизить, что вы уже помирились, все, а эти слова просто убивают его. Нельзя наговорить друг другу в ссорах такое, что даже помирившись уже ничего хорошего не будет. Нужно уметь мудро общаться даже во время конфликтов, даже во время ссор. Нельзя мужу говорить там, знаете, ой, да ты что там, недотепа, ты там козел, ты... И начинают... этим вы унижаете, унижаете мужа своего, уничижаете его. И мужчины помнят это все. Нельзя это говорить, нельзя говорить негативные вещи. И вот 1 Тимофея, давайте, вот мы читали, я еще к нему вернусь, 1 Тимофея, 2 глава, 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Я не думаю, что это место Писания относится к церкви, где есть реально помазанные проповедницы, помазанные сестры, которые помазанно и благословенно говорят Слово Божие. Не об этом говорится. Здесь идет речь о семье. Любая помазаница, любая проповедница не имеет права учить своего мужа, учить что-то тому, втюхивать ему там. И я вам скажу честно, вот мужской секрет. Женщина должна говорить такие слова, чтобы муж рядом с вами ощущал себя героем. Вот вы знаете, драгоценные, если женщина в основном реагирует на то, что происходит сегодня, а вот там вот, а вот это, а вот это, то муж, он часто сконцентрирован на прошлом. А какую квартиру я для нас купил? А какую зарплату я тебе отдал в прошлом месяце? И иногда женщине кажется, ой, ты меня что, зарплатой попрекаешь? Ты что, меня деньгами попрекаешь? Ты что, попрекаешь, что ты больше меня зарабатываешь, что ли? Я вот тоже не покладаю рук трудюсь. Нет, мужчина не об этом говорит. Мужчина хочет просто-напросто, чтобы его за это благодарили. Чтобы вот какой ты у меня, вот какой ты у меня. Часто же, наоборот, происходит другое. Когда сравнивают своего мужа с другими и не в пользу мужа. Вот, вот там у Светки это муж. Вот он тот, а ты вот что у меня? Это и мужчина не должен свою жену сравнивать с другими, не в ее пользу, да? И жена тем более не должна сравнивать мужа с кем-то с какими-то актерами, я не хочу. А Лен Далон, конечно, красивый мужчина там или какой-нибудь Том Круз, но я хочу, чтобы моя жена сказала, Том Круз, он, конечно, красивый, но какой у тебя, какие у тебя глаза? Я хочу быть героем. Если мужчина не чувствует в семье себя героем, он найдет себе женщину, рядом с которой он почувствует себя героем. Будешь потом к пастору бежать, что случилось, что случилось? А он не чувствует себя героем. Не чувствует себя героем. А это желание каждого мужчины ощущать себя кем-то. И вот вы знаете, вот в эти трудные периоды, тяжелые периоды, мне чрезвычайно важна вера моей жены в меня. Когда жена в меня верит и говорит мне эти хорошие слова, какой ты у меня мудрый. Как ты все... Может быть, даже я и не совсем мудро поступил, но вот вы знаете, вот, какой-то, я помню, знаменитые слова у Пришвина, я в свое время вычитал, он говорит, то, что вы говорите обо мне, это не совсем обо мне, это намного лучше, чем я, но говорите, говорите, и я буду тянуться. Говори мужчине те слова, которым ты хочешь, чтобы он тянулся, кем он хочет, чтобы он был, чтобы он ощущал себя героем. Потому что мужчина очень часто он сам понимает, если вам что-то, что-то он там где-то там напортачил, мужчина вот, он сам это чувствует. А когда вы еще приходите, ну ты что-то напортачил, ну че что-то напортачил, а мы же там говорили, иначе я тебе сказал, не надо портачить, а ты же напортачил, вот это что-то, ну ты же напортачил, да, вот это, а мы же говорили с тобой, помнишь, вот мы вчера с тобой разговаривали, да помнишь, вот я тебе говорю, если бы ты так делал, ты мне напортачил. А ты напортачил? Я прихожу, смотрю, напортачил. И то-то-то-то-то потому-то-то-то-потому. Написано в плечах, как капель в дождливый день. Я, конечно, понимаю, вам нужно много говорить, но так говорить о хорошем. Потому что когда ты много говоришь хорошего мужчине, вот, признаюсь, не надоедает. Ты думаешь, да ладно, говори. Что есть, то есть. Не нужно говорить то, что раздражает мужчину. Часто же вот вы знаете это, вот как, знаете, вот слово, да? Оно может либо потушить пламя, либо разжечь пламя. Ну зачем разжигать? А часто женщина сама понимает, только хуже будет. Ну скажет. Не удержится. Скажет, не удержится. Вы должны вообще, вот как настоящая мудрая жена с годами, должна понимать, как успокоить своего мужа. Не как еще там бензинчика подлить. Как успокоить. Мудрые женщины. Я помню в свое время, когда читал биографию Петра Первого, там рассказывалось, что Екатерина, его супруга, она же была, прямо скажем, не из дворянской семьи, Екатерина Первая, да? Она была с низа, с низших сословий она была. Но она так влияла на Петра, он без нее не мог. Хотя у него был огромный выбор, потому что она знала. И когда Петр, как царь, там всякие государственные дела, там войны и прочее, 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 естественно, мужчина, особенно в наше время, здесь столько дел, и это все возбуждает нервную систему, возбуждает нервную систему. И когда ты в таком состоянии, как у Высоцкого, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, приходишь домой, а тут тебе еще возбуждение для нервной системы. Потому что мужчина приходит домой как место отдыха, место покоя. И вы должны уметь на него воздействовать, так, чтобы успокоиться, а не то, что а вот это-то-то-то, а вот это-то-то-то, и у него и там проблемы, и на работе сложности, и в мире непонятно, что происходит сегодня. Приходит, и тут все недовольны, и ты думаешь, да Господи ж ты, Боже, что мой. Так вот, у Петра было, да, и Екатерина знала, как на него влиять, успокаивая его. И там говорится, что она садилась, она клала голову Петра себе на колени, она гладила его по голове как-то по-особенному, как он любил, и говорила ему. Ну, там не написано было, что, говорит, Петруша, ты самый лучший император, да все императоры до тебя, это просто фигня какая-то, ерунда, а ты настоящий, Александр Македонский, фигня, Тимур Томерлан, фигня, все это ты, а ты император такой, Петербург построил, прямо на болоте, ведь никто на болоте не строил, а ты построил, додумался, Петя, додумался, и он такой, понимаешь, и успокаивался, и Петр приходил в благое расположение духа, он все успокаивался, такое вот это все, поэтому там даже, даже сановники там, Меньшиковы, все прочие, они знали, что если Петр там разошелся, нужно звать Екатерину, а во многих семьях, если муж разошелся, жену спрячьте, иначе его вообще разорвет, когда она начнет разговаривать, тебе же все говорили, не надо на болоте, а ты на болоте построил, я же тебе говорил, а зачем на болоте, у нас страна большая, построи на горке где-нибудь, нет, ты на болоте построил, вот ты на болоте, вот и люди гибнут сейчас, и ерунда такая, и вон шведы у нас, а что ж ты на болоте-то построил, мы же говорили тебе не строить, а ты построил, говорит, ну сейчас что, О, да уж, да Господи, что с тобой? Поэтому написано про жену, уста свои открывает с мудростью, с мудростью. Важно очень уметь, даже если у вас какие-то есть вопросы к нему. Знаете, вот женщина, она правильно хочет сказать, но неправильно время выбирает. Даже когда, помните, Иван Царевич в сказках где-то к Бабе Еге оказывался, и та там что-то начинала, он говорит, ты сперва что? Накорми меня, напои меня, в баньке попарь, успокой его, нормально, приведи его, потому что он весь там в делах еще, и ты что думаешь, вот в удачный момент нашла. И начинаешь ему это говорить. И у него все, у него уже, это часто бывает последний, последняя соломинка. У меня там, там дела куча, там что-то не получилось. Пришел домой, тут им все недовольны, а там последняя соломинка ломает, и он... А что я сказал, я ничего не сказал, что я сказал? Ничего не сказал, я просто ему сказал, а он уж так. А я что сказал, я ничего не сказал, а он так. Ты, может, ничего не сказала, но ты так это не вовремя сделала. Сначала положи ему голову, погладь ему, скажи, как он великий, как он правильно город постурал, как он все правильно сделал, и что это все дураки, все дураки, один он только у меня, самый умный, все на нем держится только, все на нем держится. И у нас тут еще стиралка что-то поломалась, Петя, у нас поломалась. Я знаю, что ты все решишь у меня, все решишь. Город построил, что сейчас стиралку что-то не починю. Понимаешь, и ему хочется, потому что когда герой тебе, еще один подвиг, а почему бы нет? А когда ты олух царя небесного, как говорят, и это, и это, и это еще тут ты не сделал, тогда всякое желание уходит. И особенно своими словами жена, понимаете, вы можете у своих детей либо формировать авторитет отца, либо разрушать авторитет отца. И когда там дети слышат, да вы что, это же наш папка, что вы его не знаете? Глупости вечные делает. И у детей это откладывается. А потом жена нуждается, чтобы муж начал как бы детей там что-то воспитывать их. Говорит, слушай ты, смотри, что они там творят. Муж начинает говорить, дети не слушаются. Так и сама его авторитет разрушила у детей. Сама разрушила авторитет. Сама растоптала это все. Поэтому хвали его за дела, за результаты, даже если каких-то результатов ты и нет особенно. Все равно. Причем очень важно понять, Бог создал женщину как помощника для мужчины. Помощь-то нужна прежде всего, когда трудно, когда плохо, когда не получается. У меня, когда получается, мне помощь не нужна особенно. Вот когда не получается, нужна. Но происходит очень интересно, когда у тебя получается, очень многие хотят быть рядом. А когда у тебя не получается, не выходит, когда тебе тяжело и трудно, часто рядом никого нет. Вот в эти моменты должна рядом быть жена, которая любит, которая поддерживает, которая говорит хорошие вещи. Я говорил об этом, я не устан об этом повторять. Вот вы знаете, мне чрезвычайно важна вера моей жены в меня. Вера жены в меня. Потому что если моя жена, моя женщина в меня верит, я готов идти и сражаться. А если она не верит в меня, это как будто тыла нет. А бывает еще и не верит, а еще и добавляет недовольство. Это как будто вот нож в спину. Когда все опускается, ничего не хочется делать. Ничего не хочется делать. Это не вдохновляет. Ничего не идет. А когда жена все время при детях унижает, да, вот там вот, вот там вот, вот хороший, вот он там, он, Сережка-то, молодец, а ты у меня, и все дети, и какой ты ужасный. И он себя чувствует не главой семьи, он себя чувствует каким-то родственникам бедным, что ли, что сядут в доме. И вы знаете, то есть вы, получается, вы хотите, чтобы рядом с вами был муж, мудрец, храбрец и щедрец, но своими словами, своим поведением делайте из него подлеца, скупца и глупца. Как бы хотите идти на юг, но упорно движетесь на север. Я такое наблюдаю очень часто в духовной жизни, когда люди мне рассказывают, что они хотят достичь, а сами идут прямо в противоположном направлении, упорно идут. Точно так же и в семейной жизни. Люди хотят счастья, люди, которые хотят, чтобы ее муж был героем, но сама упорно изо дня в день уничижает его, не уважает его, словами разрушает его, опустошает его. Вы же понимаете, что вообще у нас, у мужчин и женщин, у нас количество слов, которые мы произносим в сутки, оно разное. Даже чуть ли не в два раза, по-моему, отличается разница. Для мужчины вообще, я иногда смотрю и думаю, откуда у нее столько слов? Где она их берет, эти слова, находит где-то? Потому что я прихожу, я улыбаюсь, я как-то молчаю. Для мужчины вообще как бы выслушивать много слов таких, это не так бывает просто. А когда эти еще слова все негативные, все разрушительные, все разрушительные, то мужчина хочет найти ту, рядом с которым он был бы героем, которая бы говорила ему хорошие бы вещи, которая бы восхищалась, восхищалась им, восхищалась им. и шестой секрет женской силы. Я знаю, что если, конечно, когда говоришь такое, ты говоришь, что пастор, ты прав, все это очень важно, но не с моим мужем. Потому что с ним все не так. И как бы мы всегда думаем, что вот это хорошо и так надо вести с каким-то вот идеальным мужчиной. И это явно не муж. Но, я еще раз повторяю, сила женщины настолько могущественная. У вас такая энергия, энергетика внутри вас, что вы можете либо из глупца сделать мудреца, либо из мудреца сделать глупца. И вот шестое – верность и послушание. Верность. Вот в 31-й притче «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». «Если муж у вас не уверен, это влияет на всю его деятельность. Все, что он делает, если муж у вас не уверен». Поэтому сказано, когда уверено в жене сердца мужа, он не останется без прибытка. «Ой, что-то он мой так получает, так мало, какой-то вообще там говорил, а там зарплата какая-то не такая, он сказал столько, а там на самом деле столько». А может отсутствие прибытка у него в его делах – это в чем-то из-за тебя? Дальше написано. «Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей». Как я вот сказал, драгоценное, очень важно, никогда не сравнивай своего мужа с другими мужчинами. Я знаю, сколько мужчин меня ненавидели, когда жена приходила. «Вот у нас пастор, вот дед пастор, вот он жену свою любит, вот оттыл у меня, вот приходи к нам в церковь, нашего пастора послушать, какой классный наш пастор!» Он меня не видел, уже ненавидит. Ненавидит он меня. Сколько было примеров, когда ко мне приходили мужчины, мужья разбираться? Кого это так сильно его жена хвалит тут? Расхвалилась. «Никогда не хвалите меня перед мужем!» Либо так, «Какой у нас чудесный пастор, но все-таки ты на несколько голов круче! Вот круче! Вот пастор молодец, а ты у меня просто!» Вот так можно говорить. Так можно. А когда пастор молодец, а ты идет, ну иди замуж за пастора, что ты тут приперлась в церковь своей? Не уходи из нее! Живи там! В церкви вашей! Поэтому не сравнивайте! Я еще раз говорю, мне, я не хочу, чтобы Брэд Питт был круче, чем я в глазах моей жены. Нет, не круче! Чего он круче, актеришка какой-то? А я епископ! Вот, поэтому, знаете, вот, поэтому важно очень, чтобы вы не... Или, тем более, когда там какие-то знакомые, мужья подруг, поэтому запомните, никогда не хвалите других мужчин при муже, никогда. Вот это его убивает. Он захочет найти себе ту, для которой он был бы круче Брэд Питта. И мужа соседки круче. У меня лично вот в жизни всегда вот все мои конфликты с какими-то женами из нашей церкви были всегда, вот, знаете, я заметил, вот сто процентов всегда, если в этой семье жена верховодит, а не муж. Вот у нее конфликты с мужем, она его подмяла. Ну и с пастором, конечно. Меня она не поднимет, но терпеть не может. От себя не поднимет, не подомнет, точнее. Поэтому это очень важно. Вот все женщины, которые не любят пастора, это, как правило, проблемы с мужем. Всегда. А как можно любить такого пастора, который такие вещи говорит, как я вам сегодня, а? Тогда мой Васька-то совсем от рук отобьется? Я так его, если последний держу уже, не знаю, сил и слов не хватает на этого олуха. Еще сейчас наслушается этого семинара вообще. И вы, драгоценные, должны понять, что на самом деле вот все в нашей жизни, все наши желания проходят через четыре стадии. Есть четыре стадии. Первая стадия – это голод, вторая стадия – это насыщение, третья стадия – это присыщение, и четвертая стадия – это отвращение. Оно так построено. Вот голод, насыщение, тоже спокойнее. Потом уже присыщение и отвращение. Это ко всему относится. Пришел голодный домой, пришел голодный домой, прибежал прямо такой голодный, что даже не хочется тратить время, думаешь, что что-нибудь схвачу из холодильника, какую-нибудь булочку достал, ты голодный, начинаешь эту булочку кушать. Ой, вначале прям кушаешь, кушаешь, да? Потом уже так наелся, ну, еще как-то кушаешь, уже спокойно как-то, уже смотришь, как-то булочка не такая свежая, как показалось вначале. Такая она уже, прямо скажем, не свежая, да? Потом уже присытился, эту булочку не хочешь уже вообще? А потом, слушай, булочку-то ты, булка, черство там, даже, по-моему, плесень где-то была, валяется у нас, это булка сколько времени, да? И вот так ко всему. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. И отвращение может вызвать что угодно. Помните белое солнце пустыни? Там, как этого звали-то? Как его герои-то звали-то? Не Сухов, а вот этот, Верещагин, Верещагин, да? Знаменитая сцена, потому что в советское время, сейчас, конечно, черная-то икра продается, дорого, но есть. А в советское-то время ее и не было, да? И когда он сидит, говорит, опять это черная икра, сколько можно? И там такая мисочка с ложкой. Мы такие все сидели, и он такой, хоть бы хлеба достал. Помните, да? На этом месте обычно идешь на кухню, открываешь, а там только хлеб. И то у старой, какая-то булочка. Ну, вот так вот, даже икру уже, вот, уже есть нельзя, уже не хочется, да? Поэтому здесь и написано, смотрите, в 31, в 31 главе притч, миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Все приедается, все приедается. И, к сожалению, это же правда, мы видим точно так же и в отношениях происходит, да? Сначала мужчина, мужчина голодный, все там, гормоны играют, ой, только ты, только ты, прекрасно, прекрасно, голодный уже. Ничего не замечает, есть хочет. Потом проходит время уже, и уже спокойнее как-то мужчина становится так, все спокойнее как-то. Уже как-то уже, если раньше там, куда ты, туда и он там, ты пойдешь в комнату, о, он туда, лишь бы тебя видеть, то теперь же так спокойно, он уже насытился, а потом уже, уже вообще спокойно, уже пресвящения наступают, уже, что ты тут кручешься целыми днями передо мной? Раньше он искал, чтобы тебя видеть. Минуты выкраивал, сейчас. А потом уже отвращение приходит, когда такой негатив, такая ненависть. Ведь нету ничего убийственнее, чем слова «я тебя не люблю», «я тебя разлюбил», да? Как нож втыкается. Ты думаешь, как же так происходит, как же сделать, если наши все желания, все наши хотелки, все наши устремления проходят вот эти четыре стадии, как сделать так, чтобы в нашей, в нашей семье такого не было? Ведь мы же видим, как это и в семьях происходит. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Новый брак. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Новый брак. И то же самое. И происходит ситуация, как у самарянки, которая пришла, помните, к Иисусу у колодца? И он ей сказал, у тебя было пять мужей, и то, что у тебя сегодня, не муж тебе. Не нужно вот это искать, какого-то идеального, перебирать одного за другим, потому что ничего не поменяется. Все то же самое. Что-то может в себе изменить, чтобы был один брак, а те отношения, и на всю жизнь. А чтобы так было, это должно быть не просто человеческое желание. Ведь как вот с этой самарянкой. Ведь Иисус не стал ей подбирать оптимального мужа на всю жизнь. Ей надо было измениться. ей надо было измениться. Но часто мы не хотим меняться. Мы хотим, чтобы вот на него повлияли. Я когда в воскресенье сказал, что у нас будет в субботу семинар для сестер, ну для всех, но для сестер прежде всего, о семейной жизни, об образе жены в Священном Писании, ко мне, со мной стали очень многие связываться, очень многие стали связываться, семейные, у которых конфликты, трудности. И одна сестра пришла ко мне и говорит, пастор, вот мы с ней общались в воскресенье после собрания, она говорит, пастор говорит, я уже давно хочу к вам с мужем прийти, мы должны с вами пообщаться. Сестра говорит. И она стала общаться со мной. Я говорю, хорошо, говорю, сестра, вот в субботу приди на семинар, и мы с тобой обязательно пообщаемся с тобой, с твоим мужем, пообщаемся. Ко мне много пар обращались, но вот с этой женщиной я разговаривал, мы с ней разговаривали. Нашла миска, сказал, ой, пастор, я не знаю, я уже Библию читал, я все знаю, я вот хочу, чтобы вы, чтобы вы вот просто с нами пообщались и объяснили ему. И тут я понял, она вообще не хочет меняться, ей этот семинар не нужен, она не собирается меняться, ей нужно, чтобы пастор повлиял на ее мужа. Насколько нужно быть безумным, чтобы так думать, что это просто были вот пять мужей, они какие-то негодные были, и вот шестой негодный, но седьмой обязательно будет красавчик. И она не понимала, что проблема-то с ней, с ней работать надо, в ней нужно открыть источник воды, живой, вот это, да, вот это колодец, что должен внутри открыться жизни, и там должна быть вот эта вода. Потому что, если мы говорим, все земное, земные желания, земные отношения проходят вот эти четыре стадии, как сделать так, чтобы наша семья не по этому сценарию, значит, что-то должно быть в ней больше, чем у всех людей. Там должна быть духовная составляющая, потому что там, где духовная составляющая, тут же начинается некий духовный закон работать, который может вывести нас на другой уровень отношений. Об этом Иисус сказал в Нагорной проповеди «Блаженный не исчез духом». Вот именно, когда духовные вещи есть в семье, у нас мы можем жаждать, жаждать друг друга. Конечно, в отношениях есть разные периоды, более бурные, более спокойные, но жажда не исчезает. Я могу сказать про нашу семью с Дианой. Да, у нас 30 лет брака, разные периоды в наших отношениях, но никуда жажда не исчезла. Жажда, желание быть с ней. Моя жена знает, как я там расстраиваюсь, когда там семья не собирается, когда мы не общаемся, как я люблю, когда мы все вместе там, когда мы суда там делаем, вместе ужинаем, вместе сидим, когда я общаюсь. Я нуждаюсь в этом, у меня ей жажда. Почему? Просто я какой-то мужчина, не такой, как все. Да нет. Здесь просто, помимо вот этого голод, насыщение, пресыщение, отвращение, что-то другое еще работает, вот эта духовная составляющая. Когда женщина, жена, живет по Слову Божьему, когда она не игнорирует, вот эти секреты своей силы, осознает, поймите, вы должны осознать в вас фантастическая энергия. Да больше, чем в мужьях этой энергии в вас. Столько энергии прям. Ну, только надо ей уметь распоряжаться, чтобы она в мирное русло была. Не на войну эта атомная энергия работала. В мирное русло. И для этого необходимо именно вот подчинение и библейская модель поступать по Слову Божьему. И тогда духовные вещи в нашей жизни начинают работать. И вы как будто, вы знаете, 30 лет в браке, а все еще не ищи духом. Все еще жаждешь. Все еще интересен. Сколько вещей моя жена говорит мне, которые я потом использую в проповеди. Сколько каких-то мыслей рождается, когда мы с ней общаемся, когда мы с женой разговариваем. И при этом всегда вот моя жена говорит, ты, ты глава, ты господин. Я хочу сегодня, сегодняшнее занятие закончить первым посланием к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Опять-таки, может, кому-то покажется звучит несовременно. Но современность, она показывает, насколько современные модели семьи не служат для долголетия семейного. Может быть, все-таки обратиться к пути древнему. А путь древний говорит, 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Это, конечно, образная картина, но она очень яркая, очень наглядно Павел здесь показывает, что Христос под Богом, муж под Христом, жена под мужем. Я, когда бывает своей жене, говорю, понимаешь, ты должна ко мне относиться так же, как я отношусь к Христу. Я понимаю, трудно такое слушать, но я еще раз говорю, если муж не чувствует себя героем, если муж не чувствует себя Христом в своей семье, тот, кто защищает. Конечно, обязанности мужа это отдельный разговор, как я сказал, и о нем тоже будем говорить в другой день, но насколько это драгоценное чрезвычайно важно, чтобы вот мы верили. Мы мужья в Христа, а вы должны верить в нас, чтобы без веры мужчина увядает. Без веры мужчина не может жить, если в него никто не верит, если в него самый близкий, самый дорогой человек не верит. Поэтому вера, она помогает, и сейчас вы понимаете, насколько непростое время, как порой трудно разобраться в том, что происходит вокруг, но пусть Бог даст нам мудрости. И я вам хочу сказать, вот все эти шесть секретов женской силы работают в наших отношениях. мы не начали с идеальных отношений. Мы оба, и я, и Диана из светских семей, где какие-то свои представления, где там папа приезжал уставший после работы, мама лежала дома, и папа готовил ужин. И я сказал своей жене, вот так вот у нас не будет никогда, как у твоих родителей. Не будет. Я приезжаю домой, и не дай Бог, не дай Бог, не будет вкусного ужина. Почему? Я голова, но при этом, когда моя жена служит мне, моя жена восхищается мной, моя жена считает меня героем. Поэтому для меня очень важно, когда герой, то и для детей ты будешь тоже героем, и авторитет будет у детей. И когда мне исполнилось 50 лет, моя старшая дочь прилетела, и она мне такой, ну там такой у нее был сложный подарок, но часть этого подарка это был такой, она где-то заказала звездное небо над Екатеринбургом в день, когда я родился, как оно выглядело там полностью, все созвездия, все-все-все. и внизу подпись ты мой герой. Когда ты ощущаешь, что ты герой, да, для своих детей, а почему ты для них герой? Потому что жена так воспитала отношение к тебе, и ты для нее являешься героем. Вот за такую семью, как Христос умер за нас. Моя семья знает, что если надо, я умру за свою семью, потому что я люблю их, я не Христос Иисус, я не готов умереть за весь мир, за каждого человека, но за семью, за близких, дорогих мне людей в семье, да, я это отлично осознаю. Если вы хотите, чтобы ваш муж спустя 30 лет брака готов был умереть за вас, вы должны мудро использовать все эти секреты силы, простые, но в них фантастическая мощь заложена, фантастическая. И из-за пренебрежения этим сегодня, когда убирают дома только клининговые компании, когда кушают только в кафешках всевозможных, все просто, все легко, но и семьи сегодня долго не живут. Поэтому это ваш выбор, научиться слушать мужа или продолжать настоять на своем. Быть мудрой женой, как показано в Священном Писании, или быть глупой, которая своими руками все разрушает. Вы можете своими руками разрушить и из героя, из мудреца, из щедреца, сделать скупца, подлеца, хитреца. ваш выбор, ваше решение. Пусть Бог благословит. Мы продолжим с вами в следующую субботу, тоже сделаем два урока с перерывом, а сейчас давайте закроем глаза и помолимся. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за возможность быть с моими сестрами и вместе разбирать в Слове Божьем образ жены, образ женщины, которая бы благословенной была Господь для своего мужа, для своей семьи Господь, для своих детей. И я молю, мой Боже, открой наши сердца, чтобы мы могли внимать тому, что Ты говоришь нам в Своем Слове. Открой, Господь, во имя Иисуса Христа наш разум, к этому пониманию, чтобы мы, Боже, склонились перед Тобой, Господь, и исполнили Твою волю. Благослови каждую сестру, каждую женщину, каждую девушку, каждую жену, каждую будущую жену в этом зале. Это будет Твоя мудрость, Господь, чтобы они осознавали, что все это я говорю только потому, что очень люблю их, и я хочу, чтобы они и их семьи, их дома были счастливы. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все да скажут Аминь. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 3333 02 по телефону 2 22 23 23 24 22 23 25 23 31 Субтитры сделал DimaTorzok